Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем бизнес-канал и в эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Ну, в это время, как всегда, мы обсуждаем ситуацию на финансовых рынках, тема сегодняшней программы «Текущая ситуация на рынке акций» и прогнозы, особенно любимая мной тема. И сегодня у меня в гостях специалисты давать прогнозы. Леша, не прячь, как взгляд, не прячь. Итак, я представляю, значит, сегодня в гостях Гильды Союнов, аналитик про бизнес-банка. Добрый вечер, Гильды. И Алексей Рыбаков, начальник католического отдела институтной компании «Трейдпортал». Добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас настроение, как дела традиционно? Мы интересуемся этим. Прекрасно, настроение, рынок падает. Что еще может быть прекраснее смотреть, как падает наш рынок? Перефразирую, да? На три вещи можно смотреть бесконечно. На то, как течет вода, на то, как падает индекс РТС. Забавно. Ну да ладно. Сейчас мы посмотрим, на самом деле, как он падает. А действительно, я так предположу, посмотрю сейчас, открой график. Усилилось падение, да, и рубль тоже как-то. Ну да ладно. Сейчас вернемся. Прежде всего, давайте все приготовления я сделаю. Прежде всего, напомню, да, слушателям напомню. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495. Звоните, задавайте вопросы. Дальше сайт компании finam.fm. Пишите, задавайте вопросы. Далее сайт finam.ru. Присоединяйтесь к видеоретрансляции, передаче «Сухой остаток». И, собственно, тоже в чате пишите и задавайте вопросы. Все остальное вы знаете. Значит, в Москве 18.05. Я сейчас... Дайте мне, пожалуйста, мышку. Я сейчас традиционно нарисую картину маслом, что мы имеем на это время в основных индикаторах финансовых рынков. Ну да, да. Серьезно усилилось падение. Пока вот у меня был эфир бизнес-класс. Я же не посматривал на графики-то. А надо было. Итак, резюмируем. РТС, да, час до закрытия. 2,6%. 1360... Боже мой. ММВБ 1378. Больше 2% теряет ион. Дальше. Бренд. Ну так как-то 107. Вчера тоже 107 чуть выше было. Но, тем не менее, в моменте. Бренд 107 долларов за унцию. Золото 1726. Пардон, за баррель. Да, золото 726 за унцию. Что у нас на валютном рынке? Евро-доллар 2685. Опять снижается. Отскакивал некоторое время назад. Значит, смотрим на основной набор голубых фишек. Они все красные. Вон что. Боже мой. Читаю. Газпром минус 3%. ВТБ минус 2,3%. Лукоин минус 3%. Что происходит? Леша, Леша, что происходит? Лукоин не учитываем. Вчера отсечка была. Ну хорошо, Лукоин не учитываем. Сбербанк минус 2,3%. 84 рубля. Сургут нефтегаз минус 2,7%. Урал-калий. Вот, нормально. Урал-калий плюс 0,09. Про 235 рублей. Ой, боже мой. Что происходит-то вообще? Что происходит? Леша, что происходит? В принципе, то, чего многие ждали. И ждали мы с вами с сентября. Это сейчас происходит. Потому что фактически после объявления QE3 никаких интриг, дальнейших триггеров для роста фактически на мировых площадках не осталось. Так само QE3 это триггер? Да, который быстро отыграли, буквально за неделю. А после этого искать какие-то новые посылы. Если многие, кто верил в президентское ралли, в новогоднее ралли, еще в какие-то ралли. В Деда Мороза еще. Да, в Деда Мороза они покупали. Ну, здесь, наверное, можно им посочувствовать. Но в любом случае, сколько угодно можно об этом повторять. Наверное, вечно, что эпоха сильных бычьих рынков, она, к сожалению, прошла. И теперь, я не устаю повторять, мы зашли в то время, когда основные индексы, в том числе и наш российский, будет напоминать индекс Nikkei 225. То есть это узкий диапазон, в котором будем вот так вот топтаться. Нет, потому что ты так пафосно начал. Эпоха бычьих рынков ушла. Сейчас наступает эпоха медвежьих рынков. Ну, я тоже не могу сказать, что я вот сейчас в роли апокалипсиса какого-то выступаю. Эпоха диапазонов. Да. Гильды, как ты думаешь, чего тут происходит? Ну, я согласен, что вот основные драйверы, которые были... Говори, говори, звук просто, я так понимаю, что у тебя звук. Да, которые были до некоторого времени, они, в принципе, сошли на нет. Ну, можно здесь добавить то, что сезон корпоративной отчетности, он завершился, как раз он завершился на прошлой неделе. Завершился он, кстати, не очень однозначно для рынка. Та тенденция, которая наблюдалась с конца 2010 года компании, когда компании показывали... Вот, вот, вот. Извини, просто пишут мне, что тебя не слышно было. Да, когда компании показывали отчетность лучше ожиданий, она проходит. И, действительно, уже компаниям трудно глобальным поддерживать такой темп роста. Ну, здесь тоже пришло некоторое разочарование. Но, в целом, если говорить непосредственно про российский рынок, то все-таки это накладывается на тот поток выводимых активов, который не прекращается уже долгое время из-за российских именно активов. И, опять же, перетоков более интересные, более предсказуемые, более понятные рынки, такие же, как американские. К примеру, там, мы после последней распродажи видели, как технологические гиганты, как Apple или Google, они сильно упали. И сравнивать по динамике «Газпром» либо «Эппл», ну, «Газпром» за сколько? За четыре года не вырос. «Эппл» выросла, ну, где-то с долларов 200, достигала 700. Ну, конечно, такие понятные бумаги. Сравнивать просто неприлично, да, я бы сказал. Просто неприлично. Кстати, я с тобой соглашусь, вчера они торговали с американцами, вот с нетерпением ждем сегодняшнего открытия. И, собственно, вот это падение пока что все-таки ограничено, да, ну, по СИПе. Я смотрю, 1380, они там встали, там, 200-дневный, скажем, взящий средний, уж что там будет дальше. А РТС продолжает, уважаемые коллеги, 1360 уже. Вот так вот. Что это будет? Кстати, сегодня, ну, одно из событий, важных событий, на мой взгляд, да, это сегодня успешное все же размещение Греции. Взяли в долг они, им дали в долг. Часть бумаг в декабре, часть денег надо в декабре отдать, часть денег по весне. И не такая большая доходность все же. Вот, и это в какой-то момент, вот, я еще до бизнес-класса смотрел, когда графики, да, это вызвало оптимизм. И валютный рынок отреагировал, да, и основные индексы, а сейчас что-то, вот, посмотрите. Ну, насчет Греции, в принципе, никаких интриг не нужно искать. Нужно понимать одну простую вещь, что конечным бенефициаром всех проблем в еврозоне является Германия. И Грецию, по моему мнению, до середины следующего года, к ней, в принципе, можно будет не подходить. Это, действительно, это та новость, которая будет давлять рынками вечно, то есть рано или поздно будет скрывать. Но, фактически, никаких там триггеров, именно таких среднесрочных, глобальных, по ней можно не искать. Ведь, фактически, она выполняет все финансовые ковенанты, которые были на нее возложены. Ну, и ее постоянно перекредитовывают, чтобы она хотя бы поддерживала тот уровень, который есть. Я бы просто был максимально корректен по отношению к Греции. Это правильно, это правильно. Это, не дай бог, потом с шенгеном будет проблема. Услышит кто, это нормально, это нормально. Хорошо, в таком случае, в таком случае, давайте делать некие пряможидственные резюме. В общем, текущая ситуация на рынке акций, швах. Относительно, но вы понимаете, что если, когда рынок падает, это новые возможности для того, чтобы купить дешевле. Поэтому я, по крайней мере, знаю многих людей, которые уже давно ждут этого падения. И, действительно, для многих людей вот это вот движение, которое пройдет, нисходящее, это будет просто прекрасная возможность наконец-то зайти в рынок. Потому что все ждали, кто-то ждал роста, кто-то ждал падения, но вот оказались правы те, кто ждал падения. Поэтому вот сейчас, даже вот как раз очень один важный момент, который я подчерпнул. Когда после объявления Куи-3 за первый час торгов на российской бирже на следующий день, когда оно в пятницу открылось, прошло 8 миллиардов рублей. Объемы были большие. То есть шартистов закрывали сразу же через ГЭП. И вот сегодня, в первый час торгов, прошло 7 миллиардов рублей. По многим бумагам, да, в другую сторону. Поэтому можно говорить о том, что по 85 рублей покупали Сбербанк. И, действительно, входили те деньги, которые в среднесрочной перспективе надеются на рост. Поэтому не стал бы я так все однозначно говорить о том, что вот послезавтра будет крах. Не, ну о крахе-то мы не говорим. Просто я говорю, на текущей ситуации она вот не радует никак. Вот что сейчас делать, Гильда, как ты думаешь, что сейчас делать? Вне рынка остаться или, может быть, все-таки каким-то образом проявить активность свою, я не знаю, усредняться? Ну, я думаю, что если инвестор не вышел из позиций, то здесь, конечно, было бы интересно усредняться. Ну, я бы сказал, что лучше усредняться по компаниям, которые показывают хорошую динамику выручки, высокомаржинальные, которые высокодерфицированы по рынкам сбыта, то есть являются частично глобальными игроками. Ну, и как в прошлый раз я говорил, что была интересная тема, та же самая Роснефть, последние новости об объединении компаний, также анонс новой стратегии делают ее тоже глобальным игроком. Ну, я думаю, что, несмотря на конъюнктуру на рынке, может быть, даже немножко негативную, компания, скорее всего, будет хорошей фишкой. Но, опять же, все покупать подряд не стоит. Нужно искать определенные фишки. Как уже сказал мой коллега о том, что прошли времена диких бычьих трендов, и нужно скрупулезно искать идеи, ждать, когда они реализуются. А так, абы что купил, забыл, уже не работает. — Я понял. Ну, вот это, кстати, давайте, это очень важный момент. Мы сегодня об этом более подробно поговорим, и об идеях. Ну, я подчеркну, тем не менее, да, уважаемые гости согласились, а с этой мыслью, что действительно на рынках больше не будет, да, вот такого, как ты его назвал. — У меня много различных названий. — Нет-нет-нет, бычий тренд. — Бычий тренд, да, хороший такой. Чтобы купил и забыл, проснулся и «Газпром-340». — Вот такого больше не будет, да, мы входим в новую реальность. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговоры. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, даем прогнозы по возможности. В студии сегодня Гильдзе Саюнов, аналитик про Бизнес Банка, и Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела, институт на компании «Трейд Портал». Я позволю напомнить вам телефон 6510-996, код москвы 495, адрес сайта финам.фм. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашему разговору, задать вопрос. Такая же возможность есть у зрителей нашего эфира на финам.ру. Можно присоединиться к нашей беседе посредством конференц-связи или онлайн-семинара. Выбирайте удобный для вас вид связи и присоединяйтесь. Продолжим разговор. Я еще раз повторю идею, которую мы закончили, первую часть. В общем, нет больше на рынках, нет и не будет устойчивых бычьих трендов. Или, может быть, так сформулировать. Рынки безтрендовые ныне. Некий диапазон, узкий или не широкий, с выносами туда-сюда. Вот так мы будем теперь жить в новой реаль. И кивают оба моих гостя, кивают головой. Да, да, да. Хорошо, давайте приспосабливаться тебе. А как? Все, бросить это дело, занятие это трейдинг-то бросить что-то теперь? Леш? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Сейчас даже на таком рынке можно подобрать бумаги, которые очень интересны в среднесрочной перспективе. Вот, например, MVideo. Прекрасная дивидендная доходность, прекрасная растущая компания. Рынок, типичный рынок олигополии. Конкуренция никакой. Я думаю, что по итогам 2012 года у нее будет рекордный результат. Поэтому сейчас эта бумага снизилась от максимальных значений. Там с учетом дивидендной отсечки процентов на 15. Поэтому подбирать можно. Также можно взглянуть на сектор нефтехимии. Тот же Орксинтез, той же Куйбышев Азот. Посмотреть. Если говорить о секторе удобрения, он всегда славился высокомаржинальной. И дивидендной доходностью. Но здесь далеко ходить не надо. Это Акрон, это Уралкалий. То есть даже в таких вот условиях сейчас есть бумаги, которые стоят, в принципе, неплохо. Но вот единственное, ту компанию, к которой я приглядываюсь из нефтегазового сектора, это Газпромнефть. Все-таки есть там определенные перспективы, по моему мнению, среднесрочные. Ну а так больше из первого эшелона пока на текущий момент я ничего не выделяю, потому что есть возможность того, что мы увидим эти фишки еще пониже. А вот бумаги именно второго, третьего эшелона, там потихонечку можно накапливать, то есть разделить там позицию на три части и постепенно ее аккумулировать. Это вот примерно то, о чем Гильда говорил. Надо искать идеи. Вот они идеи, тобой озвучивают. Высокая маржа, стабильность отрасли, диверсификация, то есть как раз и дивидендная доходность. В принципе, на российском рынке пока еще кое-какие компании остались. Ну это слава богу. А деньги на российском рынке Гильды остались? Ну деньги, они потихонечку, конечно, уходят на более интересные, как я уже сказал, рынки, но они пока еще остались. Конечно, мы не можем говорить о том, что будет суперприток каких-нибудь иностранных суверенных фондов или еще. Не можем. Ну, может быть, мы можем об этом говорить, если какие-то условия, например. Вот если случится это, то мы увидим приток иностранных денег сюда. Не, ну можно сразу говорить о том, что ожидать бычьих трендов на российском рынке, ну, в принципе, можно и глобально, нельзя, потому что мы ориентируемся на текущие условия. И также сразу можно сказать о том, что при текущей ситуации наши кредитно-денежные политики, ликвидности, открытости имитентов, сырьевой независимости нашей экономики, также можно говорить о том, что мы пока не очень интересны. То есть если посмотреть структуру потоков ликвидности в странах БРИКС, то у нас отрицательная уже несколько недель подряд динамика из России выводятся деньги, в то время как в Китае, в Бразилию, в Индию они приходят и текают, наоборот. А с чем это связано? Ну, я понимаю, есть некие структурные причины, да, там какие-то другие. В одной из статей я вычислил, что Бразилия, например, ближе к Америке, поэтому туда проще инвестировать. Ну, здесь все-таки вопрос темпов экономического роста. Мы все-таки не самые, у нас самые небольшие темпы экономического роста среди перечисленных стран. Плюс еще мы все-таки такая конъюнктурная, сырьевая страна. Мы очень много инвестируем в ту же самую нефтедобывающую промышленность, газовую промышленность. При этом при меняющемся рынке будущее нашей отрасли, оно не совсем прозрачное. Туманно, туманно. Да, туманно. То есть, ну, достаточно посмотреть на ту же самую стратегию Роснефти. Она форсировано будет менять структуру бизнеса в течение четырех лет, и если она не поменяет, она просто останется в аутсайдерах на своих основных рынках сбыта. Это Европа, Китай и Россия. То есть, из четырех, ну, как водится, да, из четырех стран БРИК, мы все-таки на последнем месте с точки зрения привлекательности инвестиционной. Я правильно понимаю, Леша? Ну да, если посмотреть, например, с моей точки зрения, если бы я был крупным управляющим западным и не разбирался так глобально в российских комитетах, то я бы, например, ту же Австралию, ЮАР или Турцию выбрал, потому что более понятные экономики, менее, скажем так, подвержены каким-то структурным колебаниям, потому что все-таки и меньше политических рисков. Поэтому, если говорить конкретно о России, ну, к сожалению, вот, приходя сюда, хочется похвалить, но вот пока сказать что-то такого определенного нечего. Единственное, вот сейчас, может быть, оживет рынок облигаций. Я тоже об этом подумал. Вот, сейчас, в принципе, там есть неплохие достаточно идеи, но порядка, там, 5-7 идей можно с дивидендной доходностью от 10, там, процентов и чуть выше посмотреть, именно к погашению, с учетом того, что они стоят ниже номинала. А так, конечно, глобально сейчас, когда у нас будет единая, соответственно, Евроклир, то, исходя из этого, возможно, вот на нашем рынке долгов некая быча ралли еще впереди. Ну, смотри, вот, действительно, да, некие структурные изменения в подходах, да, к нашему рынку, да, они могут привлечь инвесторов иностранных. Ну, сейчас мы говорим о рынке облигаций, прежде всего. А есть ли возможность действительно вот что-то структурно поменять на рынке акций, и туда пойдут деньги? Да, конечно, можно, то есть, следованию не только просто высказанным, что мы должны быть финансовым центром. Нет, ну это слова, это, господи. Да, то есть мы должны действительно прорабатывать здесь различную инфраструктуру, чтобы стать действительно финансовым центром, снизить транзакционные издержки, тем самым просто снизив риски инвестирования. Также сделать более прозрачную отчетность, и чтобы имитенты сами российские отчитывались не только, но есть тенденция, конечно, что они стремятся отчитываться, но это не глобально. Но, опять же, к примеру, американские акции после закрытия отчетного периода начинают отчитываться спустя неделю, а мы где-то через полгода. Вопрос, как мы можем оценить компанию, что в ней произошло, и как изменился бизнес и тенденции, мы можем, лишь посмотрев отчет и поняв, что это было лишь полгода, а что делать дальше с этой компанией, ну, все это уже в рынке. Поэтому здесь много очень работы нужно проделать, и это все-таки период там ни одного, ни двух лет. Также вот хочу добавить, вот, предположим, есть огромная проблема, например, касаемо физлиц. Все прекрасно знают, что количество физических лиц, которые инвестируют в наш российский рынок, по сравнению с другими странами, ничтожно мало. Вопрос в другом. Предположим, есть облигации новой перевозочной компании, которая дает 10% годовых, и есть депозит. Но с облигацией ты плачешь 13%. И поэтому любой вменяемый человек, который умеет читать деньги, он положит просто по 10% в какой-нибудь банк и будет получать. Поэтому, как минимум, начните с того, ну, хотя бы снизьте для физических лиц налогооблагаемую базу. Тогда приток средств, как минимум, не уменьшится. Именно с точки зрения физических лиц. Я с тобой согласен. Да, это очевидно и даже непонятно, как это может, так сказать, из внимания это утекать. Ну, вот мы сейчас кому апеллируем? Кому мы взываем? Я надеюсь, что... Как называется этот человек? Я надеюсь, что люди, которые работают в высших эшелонах власти, в ФСФР, в Минфине и в других, я надеюсь, что они слушают радиостанцию, когда-нибудь наш голос будет услышан. Ну, ладно, я допускаю, что, может, и не все из них слушают радиостанцию. Я просто адресат хочу все время узнать. Действительно, вещи-то очевидные. Мы периодически возвращаемся к разговору о длинных деньгах на российском рынке, вспоминаем о пенсионных деньгах и начинаем опять обсуждать то, что невозможно инвестировать в пенсионные деньги, потому что там просто вот такие проблемы, очевидные проблемы. Управляющая компания не может управлять, потому что ей надо закрыть положительной доходностью год. Ну, это идиотизм какой-то. Ну, и также вот взять, если последние тенденции, у нас, в принципе, если ты хочешь инвестировать в золотодобывающий сектор, кроме лент золота, у нас больше инвестировать некогда. Поле металл и поле золота ушли, и вот фактически идет тенденция вымывания эмитентов, и вот, конечно, смотришь иногда на нашу статистику по бирже, ищешь компанию какую-нибудь, идею, и смотришь, так, ну вот, Сбербанк, Газпром, Сургут, Нефтегаз, и все, и дальше пропасть какая-то. И все идеи. Да, и все идеи. И вот даже, например, взять тот же сектор машиностроения. Вот если мы возьмем, силовые машины ушли, вот остался там красный котельщик, который скоро силовые машины консолидирует полностью, и не будет также красного котельщика. ОМЗ, то же самое, ушли. И вот фактически с каждым годом становится меньше эмитентов и меньше отраслей. То есть фактически у нас сколько? Ну 6-7 отраслей, в которые можно инвестировать. Усыхает рынок, усыхает. Поэтому вот здесь, конечно, работа должна предстоять большая, но если говорить о том, с чем мы сейчас имеем, безусловно, даже на таком рынке можно и нужно находить идеи. Я тебе благодарен, во-первых, за то, что ты оптимист, и даже в такой сложной ситуации не перестаешь быть оптимизмом. И вот тебе есть вопрос от Касьяна, конкретно тебе, учитывая твой пафос по поводу бычьих трендов. Но он все, видимо, надеется, что не все так плохо. На какое время можно забыть про бычьи тренды, спрашивает он. И прогноз снижения по ММВБ в пунктах. Ну, не в пунктах, конечно, поддержку какую-нибудь ты увидишь. Ну, смотри, 1380 пунктов вот сейчас, очень хорошая такая поддержка. Если вот сегодня смотрел дневные графики спота Standard Pools, там вот есть такой хороший тоже уровень 1320. Если вниз мы проценты на 4, американцы 5 снизятся, то где-то российский рынок процентов 5-7 вниз уйдет. То вот как раз на уровне там 1300-1320, это тот первый момент, от которого... Это по ММВБ? По ММВБ, конечно. Это тот первый, скажем так, диапазон, откуда бы я стал присматриваться таким среднеслочным глобальным покупкам. Сейчас, опять же, посмотрите, какие есть имитенты интереса. Ну, вот недавно Газпром... Подождите, сейчас времени немного осталось. Значит, по поводу ММВБ ты ответил. На какое время забыть про бычьи тренды? Ну, я думаю, как минимум до 2016 года. Опа! Гильды! Ну, да, я согласен. Да ты еще серьезно? Я думал, да, да, там, до весны следующего года, вы скажете. Или до 2016 года. Ну, я думаю, что вот первые признаки вообще улучшения ситуации, в частности, там, Европа, как носитель основного риска на текущий момент, они будут видны лишь в конце 2013 года, не раньше. То, о чем Меркель говорила. Давайте слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш разговор. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию. Даем прогнозы, даем прогнозы. Точить ножи-ножницы, да, давать прогнозы. Леша, ты как, насчет прогнозов-то? Надо отвечать за свои слова. Конечно, конечно. Я напомню, в гостях сегодня Гильды Саюнов, аналитик про Бизнес Банк, Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании Трейд Портал. Кстати, вы заинтриговались сейчас этим 2016 годом. Вот, посыпались вопросы, а что же в 2016 году-то? Чего там, чемпионат мира по футболу, Олимпиады? Да, на чем воспрянут финансовые рынки-то, Леша? Вот как раз, а, если говорить про экономику, это эффект низкой базы, а б, по моему мнению, это как раз раскручивание маховика гиперинфляции, потому что сейчас тот триггер, который будет в перспективе отыгрываться, это именно... Какое слово целый вечер сегодня говоришь? Триггер, триггер. Я его могу заменить, у меня масса слов-синонимов есть. Драйвер, хорошо, пускай будет драйвер. Драйвер, я понял, ну ладно, драйвер. Как раз это вот будет та идея, которую будут рынки обыгрывать, когда будут ставки по десятилеткам, по тридцать летам, то есть на длинном конце повышаться. То есть ты ждешь выходы, ну, другими словами, из текущего экономического кризиса... Путем низкой базы за счет экономики и через инфляцию. Но опять же, это не раньше 2015-2016 года. Пока сейчас ставки... Не случайно, кстати, господин Бернанке ориентировал, что низкие ставки будут до 2015 года уже, да? Он тоже немножко так кумекает, видимо. Ну, не как Лешу, естественно, но так немножко вдогонку. Да, Бен Бернанке мне, конечно, очень еще далеко. Это он и Японию консультировал по выходу из кризиса. Я надеюсь, что я не доживу до того времени, когда я буду консультировать Америку. Ну, он, кстати, успешно проконсультировал Японию. Ну, как вы видите, что сейчас происходит с Японией, конечно, успешно. ФРС делает то же самое последние 4 года. Вот так вот. Вот мне подсказывает. Триггер, Илья подсказывает. Это спусковой крючок. Драйвер — это примерно то же самое. Что там в 2016 году, Гердэ? Ну, да. Мне кажется, основной реперной точкой действительно были высказывания ФРС, когда они говорили о том, что ужесточение кредитно-денежной политики случится не ранее 2015 года. Именно там... Но это цифра объективна все-таки. Он действительно, вот как Леша сейчас все это дело прокомментировал, то есть они понимают, что инфляция, она, если и начнет повышаться, то где-то вот куда-то там к 2015-2016 году, не раньше. Ну да, то есть если посмотреть просто банально стечение обстоятельств, даже возьмем такой базовый сценарий, что Европа начнет восстановиться к 2013 году, только первые признаки. Соответственно, она выйдет на хорошие стабильные показатели лишь к 2014 году, и вопрос борьбы с инфляционными рисками встанет перед Центробанками как раз к 2015 году. В принципе, все получается. Давайте слушать вопросы. У нас есть звонки. Так, на первой линии Михаил. Михаил, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Я где-то вот и звонил вам месяца полтора назад по поводу выборов Обамы. Значит, вопрос вам задавал, какие будут драйверы, да, какие движения рынка. Ну, в общем-то, выборы прошли, остался Обама. Что, вот как видят ваши гости сегодня? Именно вопросы связаны с тем, что какое отношение к Востоку, да, то есть к Ирану, и как это отразится именно на рынках глобально, глобально, о чем я говорю, да, то есть это цена на нефть, именно от которой зависим мы, собственно, и от которой зависит мировая экономика. Согласитесь, что как бы мы не хотели там упасть, вы называли уровни, да, но если нефть будет стоять высоко, я думаю, что вряд ли мы упадем-то так низко. Ну, это логично, просто, наверное, вряд ли будет стоять высоко, да? Вот, понимаете, вот все говорят, что пора бы уже упасть, пора бы уже упасть, да, то есть большинство, но вы понимаете, что когда толпа одну сторону смотрит... Ну да, как правило, все едут в другую сторону, да, Миша? Да, быстро вернуться надо как раз, да. Я понял, ну, тем не менее, значит, вопрос ваш следующий, да, как мы связываем ближайшие движения с выбором господина Обамы, правильно ли это? Да, 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 вот что все-таки мы теперь ждем. Спасибо, Миша, спасибо за вопрос. Давай, Алюш. Никаких интриг, в принципе, не остается, денежно-кредитная монетарная политика будут продолжаться, единственное, сейчас нужно посмотреть на фискальную политику, после вот полтора месяца перед Новым годом, теперь новая тема появилась, которую мы будем обсасывать, это у нас fiscal cliff, то есть единственное, чем запомнится Обама, в 2008 году он запомнился спасителем, теперь он будет как раз запоминаться в исторических учебниках тем, что он будет стоять таким камнем притворения между демократами и республиканцами. Ну, он найдет выход, это тоже, я на всякий случай так напомню, это может быть не такой уж глобальный тоже пример, но тем не менее, вот недавняя трагедия в Штатах, ураган, и он там мужчиной себя показал, он ходил и просто вот на руках спасал там своих сограждан американцев. Это всегда возможность отличиться, остаться в истории. То же самое fiscal cliff, ну? Я тоже там не вижу никаких интриг, я думаю, все там прекрасно вменяемые люди, если не дай бог это случится, конечно, они экономику свою просто поставят на некрест на дальнейшем росте, и все те потуги, которые они делали 3-4 года, они просто канут в лето. Поэтому здесь касаемо нефти, опять же, пока тема Ирана в ближайшее время не будет отыгрываться, потому что нужно понимать, вы посмотрите как-нибудь и очень интересную по военному потенциалу, Иран занимает 12 место, то есть не забывайте, что Иран это не Ирак и не Ливия, поэтому в данном случае для того, чтобы напасть на Иран, должны быть очень веские аргументы, безусловно, аргументы всегда можно найти, но сейчас не то время, чтобы воевать, поэтому пока в ближайшие полгода никаких интриг по нефти я не вижу, то есть от 100 долларов это, в принципе, неплохой уровень, откуда многие фонды будут покупать нефть. То есть в любом случае ниже ты не видишь? Нет, безусловно, она может пойти ниже, но то есть для меня вот есть определенная цена 100 долларов за нефть, потому что нужно понимать, что за стоимостью нефти стоят не только спекулянты, там стоят крупные компании, которые аккумулируют огромные денежные средства, которые также лоббируют свои интересы, и им в первую очередь это невыгодно, чтобы цена на нефть ушла ниже, потому что все эти деньги, которые инвестируют, они просто уйдут в тар-тарары. Логично. Ильды, как ты оцениваешь выборы господина Обамы и перспективы? Но я не вижу, что действительно цены на нефть будут как-то повышаться. Но я бы подошел к этому несколько с другой стороны. Все-таки Обама, начиная с 2008 года, поставил во главу именно доступ к дешевым энергонересурсам, которые в принципе обеспечивают рост конкурентоспособности американской экономики. И здесь я думаю, что он и в дальнейшем будет придерживаться этого, и на мой взгляд, такие риски, как начало войны, блокирование Персидского залива и резкое повышение на нефть цены, я не думаю, что это входит в планы Обамы. И я думаю, что в ближайшее время мы будем видеть, что тот же самый WTI будет достаточно дешево стоить, бренд будет стабилен, как-то какого-то суперспроса на нефть возникать не будет, что со стороны Китая, что со стороны Индии. Мы видим, что экономики этих государств, они стабилизируются, уже не будет каких-то там супер темпов роста по 10% годовых ВВП. Ну поэтому какого-то суперизменения, которое бы существенно улучшило ситуацию в российской экономике с точки зрения внешних цены, а нефть я не ожидал. И я хотел еще один добавить очень важный момент, о нем многие запоминают, что в Америке очень серьезно развивается внутреннее производство и переработка нефти. Если посмотреть очень интересные статистические данные на их сайтах, посмотрите на заказы в нефтегазовой промышленности, они растут в экспоненте, то есть фактически американская экономика и грузоперевозки и основные все такие конкурирующие отрасли работали последние три года на сектор машиностроения, который вот как раз инвестирует в добычу нефти. Поэтому в данном случае сейчас им в принципе нет смысла работать с Ираном, потому что у них своей нефти много. Ну это я так очень грубо об этом говорю. Ну это все-таки в некой среднесрочной перспективе. Да, безусловно, это вещи очень далекие, но они очень важны. Америка становится фактически нетоэкспортером нефти. У них единственный дисбаланс, потому что они очень много еще импортируют различных нефтеперерабатывающих продуктов, поэтому они еще остаются чистыми импортерами. Но в прошлом году, насколько мне память не изменит, они, по-моему, были чистыми нетоэкспортерами нефти, именно сырой нефти. Да, но просто пока у них нет перерабатывающих мощностей на тяжелую нефть, которую они начали активно разрабатывать в последнее время, и как только они появятся, это, скорее всего, перспектива 2014 года, мне кажется, вот такой энергетический баланс, он изменится. Местится, да, серьезно это будет. Я понял, спасибо, еще один звонок, слушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло, Владимир, говорите, вы в эфире. Владимир не говорит. Нет связи у нас с Владимиром, но перезвонит, я надеюсь. Так, продолжим наш разговор. Есть вопросы у нас на сайте финам.ру. Если восстановления экономики не будет, чего тогда ждать, спрашивает Илья. Если, ну, это вот вопрос о том, что в 2016 году какая-то модель заставит все же нас немножко зашевелиться. Если восстановления экономики не будет. Ну, оно в любом случае будет восстановление, потому что за любым спадом восстановление. Просто эффект базы определенный низко будет. Но если говорить о мировой экономике, то в следующем году, безусловно, будет Китай силен. Ну, относительно общей мировой тенденции. Австралия, ЮАР, Турция, Бангладеш, Индонезия, Америка. Очень много вопросов по Европе. Вот как раз мой коллега все четко сказал, не буду повторяться. Насчет России вырастем на 3,5% будет счастье. По Южной Америке, по Южной Америке, вот здесь тоже есть очень много вопросов, потому что они очень сильно на Америке зависимы, на Северной Америке. Поэтому вот здесь, ну, еще, может быть, можно выделить Канаду. Ну, и так, я думаю, что как раз таких вот драйверов именно для роста глобальной экономики сейчас нет. Отдельные страны растут, отдельные стагнируют. И большинство вот как раз крупных таких вот развитых стран, они как раз стагнируют. И вот в этом вся проблема. Маленькие страны за собой просто не вытянут, потому что они зависят от крупных стран. Логично. Логично. Спасибо, Леша. Еще один вопрос. Времени немного. Успеем на него ответить, прежде чем пойдем на новости. Транснефть просит Сергея прокомментировать. Транснефть. Ну, транснефть, мы видим, что вот эти все амбициозные проекты, они активно по ним ведутся работы. Мы видим, что есть также заполняемость этих всех объектов. Вопрос конечного потребителя, на которого рассчитаны все эти продукты. То есть, как будет, что будет в Европе, что будет в Китае, что будет в Японии. Ну, у меня действительно на текущий момент возникает очень много вопросов по поводу окупаемости, в принципе, этих проектов. И, на мой взгляд, пока ситуация непрозрачная. Ну, в целом, я бы все-таки взял бы привилегированные, если мы смотрим высокодоходные акции с повышенными индивидентами, все-таки посмотрел бы привилегированные акции Сбербанка. То есть, вместо транснефти. Вместо транснефти. Транснефть – это та фишка, которую, в принципе, я не отслеживаю фундаментально, она живет в своей жизни. Но самое главное, я хочу сказать тому человеку, кто задал этот вопрос, никогда не шортите транснефть. Я тут недавно смотрел, смотрю, 60 тысяч. Я думаю, прекрасный ценник. Вот, слава богу, вот интуиция подсказала, иначе бы вперед ногами вынесли. Поэтому, в любом случае, это та бумага, от которой среднесрочно лучше работать только от Ланга. По текущей ситуации, ну, конечно, ее покупать уже глупо, когда она выросла с 44 тысяч за последние, там, 4 месяца. Поэтому сидите, ждите. Если вы верите в нефтегазовый сектор, если вы верите в эту бумагу, то почему бы нет? Она, скажем так, она лучше, чем многие наши нефтяные компании. И она как раз вот живет своей жизнью. Поэтому, при, например, даже падении рынка, эта бумага может быть стабильна. Но, есть одно очень важное но, я за этой бумагой очень долго слежу, когда она начинает падать, ее уже не остановить. То есть, это как раз... Именно поэтому ты пытался зашортить ее по 60 тысяч, да? Ну, вот в итоге, если бы я ее зашортил, меня бы как раз... Да, слава богу, пронесло, да. Интуиция подсказала. Два слова буквально, Леша, что касается металлургов. Как ты смотришь на металлурги? Полтора месяца назад вот в студии говорил о том, что нападение нашего рынка металлурги будут сильнее. НЛК и Северсталь как раз это доказывают. Оказывают, сейчас я бы не стал их покупать. Гильды? Нет, пока еще металлургов все-таки рано покупать. То есть, я думаю, что у них ситуация стабилизируется в первом квартале 2013 года. В первом квартале 2013 года. Ну, в принципе, здесь, по крайней мере, не так далеко ждать, нежели до 2016 года. Значит, я обращаюсь к нашему слушателю. Вот он сорвался первый раз, да? Владимир, он сейчас на линии. Мы не сможем сейчас снять ваш звонок. Подождите, пожалуйста, на линии. Мы сейчас слушаем новости на Финам. А потом продолжим нашу программу. Ну что ж, продолжаем наш разговор на линии. Владимир, долгожданный Владимир, терпеливый. Добрый вечер, вы в эфире, Владимир. Да, да, а то теперь батарейка, видимо, садится. Сейчас успею, если... Ну, вот смотрите, сейчас триггером, как говорится, вниз фискал-клифт, да, так называемый. Но сейчас, как вы сейчас говорили, обсуждали, что им сейчас невыгодно явно, что может до января пройдя, но там может быть все-таки сейчас 20-го там какое-то заседание. А, допустим, Греция там должна сейчас рассчитаться, когда-то, то 16-го, да, по долгам. И вот пока забыли, не обсуждают Испания. Вот когда ей нужно погашать, и когда ей уже край нужно будет просить, собственно, деньги у СБ, и как там вот это будет обстоять дело. И после фискал-клифа, может быть, деньги продолжатся на Испании уже, несмотря на Грецию, а за ними там и трещат. Ну да, а там еще найдется на что. Спасибо, Владимир, спасибо за вопрос. Про Испанию забыли, нет, Леш? Про Испанию давно не анализировал, наверное, месяца три, но там, в принципе, все просто. Сейчас, когда словесные интервенции Марио Драги дали о себе знать, доходности резко ушли вниз. В принципе, Испания пока может пирамидиться активно. То есть выходим на аукцион, банки суверенные выкупили весь аукцион, пошли в ЕЦБ, заложили. То есть и в итоге свое финансирование закрыли дырку, ну и как-то все сыты. И все довольны, да? Ну и банки там на спредах чуть заработали. Ну и ЕЦБ вроде как чист, испанские бумаги еще котируются. Они вроде как еще не в мусорном рейтинге. Примерно так и происходит в последнем месяце. В принципе, они до сих пор давно уже пирамидятся, и пока сейчас ставки низкие достаточно. Ну, опять же, это все дорого, дешево, это все в кавычках, я безусловно беру. Ну понятно, относительно. Поэтому сейчас про Испанию пока лучше забыть. Единственное, что там, когда Испании может потребоваться помощь, это то, что если на испанских банках очень много есть, а, просроченных суд, и, б, очень много на балансе висит недвижимости. Если, не дай бог, недвижимость уйет дальше в обесценение, если увеличится доля плохих активов, то как раз в первую очередь будут спасать не саму Испанию, а будут спасать банки. Пока в Испании угрозы как таковой нету. И, кстати, очень хорошая ремарка про Испанию многие забывают, а вот вдруг я что-то недосмотрел. Поэтому, безусловно, в голове нужно держать. Не забывать о них. Да, безусловно. Ильды. Про Испанию, ну да, действительно, какой-то острой необходимости ей помогать не надо, пока страна может заимствовать. Но они, видишь, и не особо инициируют это дело. Да, но они сами, кстати, заявляли о том, что они не нуждаются. Не нуждаются. То есть, там, буквально две недели назад. Доходности облигаций, в принципе, всех европейских, они снижаются. И говорить об этом, ну, пока не стоит. Учитывая то, что, в принципе, еврозона готова к помощи. Они предлагали Испании. То есть, там все готово. Какого-то супернеожиданного мероприятия здесь не случится. Ну, таких рисков прям вот супер я не вижу. Ну, то есть, как вот уже всем понравилось слово, Лешина. Триггера здесь нет. Триггера здесь нет. Я плагиатчик в данном случае. Так, вопрос от Алексея. Перспективы Мосэнерго и компании Разгуляй. Вот сегодня, по-моему, уходил Разгуляй, там прекрасно падал. Ну, слушайте, я, конечно, не знаю. Российский рынок все-таки пока еще богат имитентами, чтобы играться в Разгуляй. И посоветую, как раз соглашусь с коллегой, вот в текущее время покупайте эффективность. То есть, в высокую маржу, стабильность какую-то. Ну, вот посмотрите, вот Владимирский химический завод. Посмотрите, вот по 160 рублей прекрасная компания. Если хотите сыграть в какую-то стабильную компанию, возьмите Мосотрест. Ну, вот Разгуляй, ну, почему вот туда люди идут, я не могу на этот вопрос ответить. Что касается Мосэнерго. Он, кстати, на графике тоже выглядит, как Разгуляй. Мосэнерго? Нет, Разгуляй, Разгуляй. Как Разгуляй. Да, да, Разгуляй. Вот. Что касается Мосэнерго, безусловно, это одна из эффективнейших компаний с ТГКшек. Но драйверов там, ну, если дивиденды только повысят, ну, так, в принципе, ну, вот, идеи там как таковых нет. Потому что все мы прекрасно знаем, пока у нас в отрасли электроэнергетики происходят определенные, назовем их так, флактуации, каких-то глобальных движений можно не ждать. То есть, если мы будем с точки зрения, там, методов DCF и другого рассуждать, то, безусловно, на график посмотрим, Мосэнерго очень дешево стоит. Но знайте, при покупке российской энергетики второе дно вы получаете бесплатно. Поэтому вот про Мосэнерго нужно быть очень аккуратным, ищите другие идеи. Хороший анекдот. А, в принципе, вот что влечет инвесторов, ну, наших слушателей, в частности, рассматривать вот подобные инвестиции, Гильдия, Разгуляй, например. При том, при всем, что это вот, как Леша говорил, это неэффективные компании, это компания с огромным количеством рисков всяких, несистемных в том числе. Ну, разные концепции есть. Тот же самый Баффет, он как инвестирует? Я пью Кока-Колу, я в нее инвестирую. То есть, так же я там потребляю продукцию, разгуляю, я туда инвестирую, вот лампочки у меня горят от Мосэнерго. Но это все действует, когда есть действительно рыночные условия, когда действительно компания реагирует как на конъюнктуру, и она в принципе является рыночной. Но когда у тебя та же самая Мосэнерго, она в первую очередь ограничена с точки зрения тарифов, перспектив роста рынка и так далее, и так далее. Плюс еще вообще в целом в этой отрасли, то есть мы... Все непонятно. Все непонятно. То есть в 2008 году мы ликвидировали РАУЕС, сейчас очень точно формируется тенденция, мы обратно к нему придем. Как будет объединение компаний, по каким долям, по каким ценам, с какими там отношениями к миноритарным акционерам, а в принципе в России традиционно к миноритарным акционерам не очень хорошо относятся. Здесь есть очень большие риски. Понятно. Ну, логично, собственно, что тут добавишь еще. Полюс золота просят прокомментировать. Ну, я комментировал, бумага торгуется в Лондоне, в России, в принципе, невозможно инвестировать. Если вы верите в золото, ну, покупайте просто фьючерс на золото, и все. Фактически, если, насколько я помню, когда еще она торговалась в России, после того, как она ушла, не отслеживал, она, в принципе, достаточно неплохо с золотом ходила. Там золото растет на процент, полюс золота точно так же растет. Поэтому, хотите инвестировать в полюс золота, купите фьючерс, дешевле обойдется, еще денег останется. Проще, мне кажется. Проще, конечно. Ну, да, если вообще вот посмотреть структуру и тенденции золотодобывающей компании, то здесь очень видна такая вещь, то, что, когда мы видели буквально полгода назад бычий тренд в ценах на золото, все говорили, все, 5 тысяч долларов за унцию. Да, 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 вот сейчас. Эти компании очень много инвестировали в основные средства, то есть у них был очень большой капекс, и цены на золото упали, и все, и резко затраты на добычу золота выросли, рентабельность понизилась. И я не думаю, что вот если мы ожидаем какой-то рост спроса на золото, то лучше, конечно, взять фьючерс, нежели производную от цен на золото со своими рисками эмитента. Со своими проблемами внутренними, согласен, согласен. Так, вопрос есть от Олега. Не пора ли брать МРСК Юга? Я приблизительно откуда знаю, откуда многие растут, вот эти прекрасные компании. Безусловно, когда смотришь на график и видишь, что компании растут на 100, на 200 процентов, если вы играете в эти игры, скажу честно, этого эмитента не отслеживаю, электроэнергетика мне неинтересна, и мой вам совет, если вы играете в такие игры, ну выделяйте на каждого эмитента не более 5 процентов от депозита, и то это слишком много, чтобы не было не так больно. Потому что, ведь понимаете, спекулянты, что ими движут, смотришь, бумага упала на 200 процентов, образно говоря, на 100, и смотришь так, очень дешево. Покупаешь, да, то есть фактически не разбираясь в эмитентах ни в чем, поэтому здесь, по МРСК, скажу честно, не отслеживаю. Ну да, я бы не стал ориентироваться именно на какие-то динамики, особенно в компаниях неликвидных и особенно российских, потому что достаточно такая средненькая ликвидность может очень сильно двинуть цену по крупным российским эмитентам, и особенно электроэнергетическим. Опять же, здесь достаточно посмотреть на графики того же самого Research Emotion или Nokia, некогда супер-классные компании, сейчас стоят дешево. Вопрос, что с ними дальше делать? Вырастут ли они? Да, тот же самый BlackBerry, то есть Research Emotion, ну вырос там за последнее время на 30 процентов, но за год они упали на 40. Ну окей, то есть здесь очень большие риски, здесь нужно... Похоже наугад просто, да? Да, это такое казино. Согласен. Так, хорошо, я немножко отвлекусь, я открываю график S&P 500, американцы приступили к торгам, и ситуация следующая. Значит, открылись с гэпом вниз, но сейчас подрастают 1377, текущая котировка, наши закрылись сильно-сильно внизу, ну по индексу РТС, по крайней мере, 1360, последняя цена закрытия. Вот, ну и в связи с этим мы прокомментируем, я попрошу вас прокомментировать валютный рынок, рубль сегодня упал против доллара, 31.79 закрылся, закрылась пара, вот, а валютный рынок, ну продолжает его колбасить. Евро-доллар вот опустился до 26 с полтиной практически, сейчас вот восстанавливается, уже почти 27 он достигает. И вопрос нашего слушателя по паре евро-доллар прокомментировать. Сможем, Леша? Я 1.20 жду, я говорил от своей идеи, я не отказываюсь, когда-нибудь мы к этой такой заветной цифрке. Ну ладно, когда-нибудь это не очень убедительно. Если говорить сейчас, то, безусловно, евро, если посмотреть на такой глобальный индекс РОРО, рискон-рисков, то есть, который отслеживает глобальную корреляцию основных активов, то при падении рынка все куда бегут? Все бегут в доллар. Поэтому, если сейчас отыгрывается идея, все пропало, рынки снижаются, то, безусловно, евро будет находиться под давлением. То есть, с точки зрения фундаментального обоснования, сейчас обоснуем, в еврозоне сегодня вышли индикатор деловых настроений по Германии, данные были плохие, поэтому, если Германия очень сильно тормозит, там еще и промпроизводство у них падает, то, безусловно, по евро драйверов сейчас не особо много. Поэтому, в любом случае, 1.25 это первая такая отметочка хорошая. Ты любишь ровненькие циферки, да? Ну, они многих манят, ну, потому что так считать удобнее убытки. На калькуляторе-то. Ильды, что ты поел в доллару? Ну, я думаю, что все-таки, опять же, в долгосрочной перспективе будет евро ослабляться. Ну, я и дальше придерживаюсь своего мнения о том, что озвученные ранее цели глав еврозоны паритета валюта, в принципе, это выровняет, как у них там, экспортный баланс, экспортный баланс, он выгоден еврозонный, поэтому я думаю, что они будут, ну, к этому не стремиться, но, в крайнем случае, этому не препятствуют. Ну, это понятно, но, с другой стороны, смотри, паритет валют, две валюты в паритете, это евро и доллар, если это выгодно еврозоне, то наверняка это не выгодно кому-то другому, как ты считаешь? Ну, опять же, это все зависит от пересечения рынков сбыта. Ну, да, от пересечения экономических интересов, так можно сказать. Так, ну, хорошо, времени, к сожалению, мало, видите, мы не успеваем, надо просить у главного редактора, что нам дали три часа. Я напоминаю, друзья мои, сегодня в гостях Алексей Рыбаков, начальник экономического отдела института компании Трейд Портал, Гильды Союнов, аналитик про Бизнес Банка. Мы сегодня с вами нарисовали, мне кажется, достаточно ярко текущую ситуацию на финансовых площадках, ну, дали некие прогнозы. И традиционно я хочу напомнить вам, что бизнес-канал ежедневно на Финам.ФМ. Я прощаюсь с вами, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.